Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Смин на канале Питер Видео. Сегодня я хочу с вами поговорить о фильме, который я недавно посмотрела. Возможно, вы его уже смотрели, а если не смотрели, то посмотрите. Я посмотрела фильм Секрет и какие впечатления у меня остались. К сожалению, полностью мне не удалось этот фильм посмотреть. Я посмотрела на ютубе. Я дошла до середины фильма. И что я могу сказать? Здесь я сделала для себя такие небольшие пометочки. В ходе просмотра фильма. Так, на скорую руку, быстро-быстро. Такие основные тезисы. Какое у меня впечатление сложилось от этого фильма? Очень много текста, повторяющегося текста разными людьми. Мне лично это показалось каким-то, знаете, как зомбированием, не зомбированием, не могу сказать. Но вот когда много повторяется одно и то же, но немного такими разными словами, но смысл остается одним и тем же, то сложно это все немного воспринимать. А с чего начинается фильм? Что такое Секрет? Секрет — это закон притяжения... Закон притяжения, на котором, в принципе, основано у нас все. Так позиционируют создатели фильма, что все основано на законе притяжения. Мы притягиваемся друг к другу, мы притягиваем к себе какие-то вещи, события. И очень важно то, о чем мы думаем. Какие мысли, какое настроение у нас в данный момент. И поэтому, если мы думаем о плохом, если мы боимся плохого, каких-то неприятностей, то, как правило, с нами это и случается. Потому что мы излучаем вот эти наши мысли, излучают какие-то вибрации и притягивают к себе именно те события, которых мы ждем. Человек, который встал с не той ноги утром, как правило, в течение дня, опять же, в силу своего плохого настроения, тоже притягивают какие-то мелкие неприятности. Поэтому очень важно думать о хорошем. В этом я согласна, что хорошее настроение, улыбка, искренняя радость, искреннее удовольствие, позитивное настроение – это, конечно, очень важно в нашей жизни. С этим я, безусловно, согласна. Как человек может добиться исполнение той или иной мечты? И дается такая стратегия получения, как раскрывается этот секрет, что нужно делать для получения той или иной мечты? Ну, конечно, мечтать. Мечтать, создавать визуальный образ, затем думать об этом, представлять, делать это не в суете, а делать это с удовольствием, не превращать это в рутину. Там привели пример одного мужчины, который организовал себе доску мечты. И туда он прикреплял фотографии, то, чего он хочет. То есть он хотел любимую женщину, он хотел ребенка, семью, он хотел большой дом. И так он об этом часто мечтал и представлял в своих мечтах, что все в результате сказочным образом произошло. И он даже не поверил этому через пять лет, что действительно он получил и семью, и ребенка, и дом своей мечты, о котором он мечтал. Как работает этот секрет? Что нужно сделать? Вначале нужно попросить. Это как-то своеобразный джинн, кувшин с джинном в сказке, о которой всем вам известно. Мы просим что-то у вселенной, мы просим что-то у джина. Можно написать. И дальше мы предвкушаем, что с нами что-то произойдет то, что мы пожелали. Допустим, мы хотим куда-то поехать, отдохнуть, и мы представляем, как мы будем отдыхать, путешествовать. Мы предвкушаем это, мы создаем образ, мы начинаем интересоваться, смотреть фотографии, читать литературу, то есть творить. И дальше мы должны подождать, когда вселенная удовлетворит наш запрос. Каким образом она это сделает, это неизвестно, но она обязательно откликнется на вашу мечту. Конечно, очень важны эмоции, с которыми вы живете. Вы должны создавать внутренний комфорт в своей жизни и испытывать только положительные эмоции, потому что надежда, положительные эмоции, чувства, любовь, они обогащают вашу жизнь. А отрицательные эмоции, вина, гнев, разочарование, все это негативно отражается на вашем образе жизни. И вы должны ориентироваться на собственное состояние. Если вы себя плохо чувствуете, вы должны попытаться создать себе хорошее настроение. Допустим, посмотреть хороший фильм, который вам нравится, выйти погулять или, допустим, прочитать какую-то книгу интересную, послушать музыку. И если вы будете пребывать в таком приподнятом хорошем настроении, то таким образом вы сможете управлять своими эмоциями, вы можете изменить свою жизнь в лучшую сторону. Поэтому представляйте свои желания, загадывайте желания, визуализируйте их, представляйте образы, думайте о хорошем. И вселенная позаботится о том, чтобы ваши желания были исполнены. Ну, пока это так кратко я изложила, что я посмотрела, но я не могу сказать, что я со всем этим согласна. Потому что, например, желания, конечно, они бывают разные. И человек прекрасно понимает, что он может себе позволить, а что он себе и не может позволить. Конечно, любой человек старается и стремиться к выполнению своих желаний. Но есть такие желания, мечты, о которых сложно их осуществить обычному человеку. Для этого нужны какие-то возможности, которыми мы, к сожалению, не всегда обладаем. Поэтому уровень желаний у всех разный. И не все желания могут исполниться. Наверное, я так думаю. Но, тем не менее, это мое личное мнение, что даже если вы понимаете где-то, что эти желания могут быть несбыточными, нереальными, это не должно вас загонять в депрессию. Проблема нашего общества и современности – это вот именно депрессивное состояние. Что люди теряют надежду, ведут такой унылый, нерадостный образ жизни. И вот умение поднять себе настроение, умение находиться в ровном состоянии духа, не испытывать депрессий, не испытывать каких-то истерик, каких-то, вы знаете, тяжелого какого-то гнетущего состояния – это очень важно. И поэтому вот это ровное состояние человека – положительное, позитивное, доброжелательное – мне кажется, это действительно такой правильный момент. И здесь я согласна с авторами фильма «Секрет», что человек должен сам себя поддерживать. И ведь негативные чувства, эмоции часто являются, провоцируют какие-то заболевания. И поэтому наше психическое здоровье и наше физическое здоровье – они связаны между собой. Поэтому мы должны об этом помнить и стараться, несмотря на то, что жизнь у нас непростая, но мы должны находить положительные моменты в нашей жизни, быть благодарными за то, что мы живем, что у нас есть все, чтобы полноценно жить. Мне очень понравился один герой, который опять же вот в этом фильме «Секрет». Он рассказывает о том, что однажды ему пришла такая мысль, что он должен быть благодарен за то, что он живет. И он нашел обычный камень и назвал этот камень – камень благодарности. Каждый вечер он приходил домой и вытаскивал из кармана брюк ключи от машины, ключи от дома и этот камень благодарности. Он клал это на комод и каждое утро он снова брал этот камень благодарности, благодарил за то, что он живет, что он жив, клал этот камень обратно в карман. И это происходило каждый день. Человек не может добиться, наверное, всего на свете, но то, чего он добился и то, что у него есть, вот это самое главное – быть благодарным за то, что у него есть, за жизнь, которая есть, за близких, которые рядом с тобой, за здоровье, за многое другое. Вот мне очень понравился этот образ в фильме «Секрет». И раньше я, например, может быть, недооценивала слово «благодарю». Мне оно казалось немного таким, знаете, пафосным, как «благодарю», потому что я привыкла использовать слово «спасибо». А теперь я понимаю смысл этого слова. Слово «благодарю», «дарю благо». И слово «благодарность» тоже имеет большое значение в нашей жизни. Уметь ценить то, что у нас есть, уметь быть благодарным. Наверное, это одно из самых главных моментов в жизни. И стоит об этом подумать. Я обязательно досмотрю фильм «Секрет». И, возможно, если у вас будет желание послушать мои мысли, поделюсь с вами ими. Рекомендую вам посмотреть этот фильм. Очень интересно, какое впечатление он на вас произведет. Может быть, вы уже его посмотрели. Оставляйте комментарии под видео. Очень будет интересно поговорить, подискутировать, обменяться впечатлениями. А с вами была Анна Смит на канале «Питер Видео». Всем прекрасного дня. Я очень благодарна вам за просмотр данного видео. Всего хорошего. До свидания.